Строили, строили и наконец построили. Правда, лишь наполовину. Половина самолета не полетит, половина корабля не поплывет, а вот половина канализационного коллектора работает с 1982 года. Труба должна была по замыслу проектировщиков соединить поселок Микензивы горы с очистными сооружениями в Любимовке. Но деньги неожиданно кончились и труба оборвалась ровно на половине пути. До поселка Любимовка остается еще два с половиной километра и от этого коллектора все сточные воды самостоятельно по рельефу спускаются вниз к местам отдыха любимых нашим населением и приезжающими сюда гостями. Фактически данная проблема существует в городе 1982 года, когда канализационный коллектор был выполнен до именно этой отметки. И здесь доблестно строителями эти работы завершены. И на баланс не данный участок от улицы энергетической 14, а 12, улицы Полипенко детского дошкольного учреждения номер 23 и еще нескольких объектов, где проживает около 300 человек. Значит эти работы были выполнены и дальше они не завершены. То есть канализационный коллектор не выполнен в полном объеме и не подключен к насосной станции номер 8 в поселке Любимовка. С чему это привело? К тому, что фактически вся балка сейчас заполнена этими нечистотами и экологически, эпидемиологически в этой балке находиться опасно. Опасно вообще-то здесь и проживать, так как все нечистоты не обеззараженные поступают просто на грунт и особенно в летнее время представляет эпидемическую безопасность. Для тех, кто здесь проезжает, находится и работает. Закон сохранения стоков гласит, что если хозбытовые стоки из поселка выходят, то все они рано или поздно попадают в море. В нашем случае попадают безо всякой чистки. Так чего же удивляться, когда по кишечной палочке анализы морской воды на пляже зашкаливают. Просто заткнуть чопом трубу не удастся. Нужно коллектор достраивать.